Привет, друзья! Я довольно внимательно слежу за всеми публикациями, которые выходят обо мне и моем проекте. Как правило, они выходят в первые дни после обнародования видео про тот или иной город. Но один материал я все-таки упустил из своего внимания и обнаружил, но вот буквально недавно. Я бы не стал придавать ему какого-то особого значения и уж тем более запиливать по поводу у него ролик. Но дело в том, что этот материал написал лично мэр Полтавы. Это видео выходит при поддержке патронов. Станьте и вы покровителем канала и получите доступ к закрытым материалам. Ссылка на патреон в описании. Итак, к сути. Недавно я общался с одним человеком из Полтавы и он в разговоре просто, между прочим, сказал, что на мне пиарился местный мэр. Я сначала не понял прикола, но потом полез в интернет и вот что я нашел. Полтава – туристический центр номер один в Украине. И тут я вспомнил, что действительно где-то уже видел этот пост, но не придал ему какого-то значения, а между тем написал его никто иной, как Александр Шамота. Александр Шамота, как написано на сайте, это председатель Полтавской городской организации социал-демократической партии. А Википедия пишет, что 14 сентября 2018 года, после досрочного прекращения полномочий предыдущего мэра, он стал также исполняющим обязанности городского головы. Интересно, что взлет карьеры Александра Шамоты еще в 2014 году предсказывал на тот момент первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения города Полтавы Сергей Каплин. Шамота на тот момент был его помощником. Наступным мэром Полтавы будет мой помощник Александр Шамота, 30-летний, единый оппозиционный депутат в мискраде. Это, сгодом, будет лучший мэр в Украине, а мисто Полтава будет безминно найкращим мислом в Украине, и именно с него начнутся реформи. Спустя год, в 2015-м, Александр Шамота действительно участвовал в выборах мэра города Полтавы, но на тот момент занял лишь пятое место, набрав 7,83% голосов. Но сейчас, тем не менее, по прошествии пяти лет он как раз-таки занимает эту должность. Друзья, ничего не подумайте, это просто информация о мэре города Полтавы, но чтобы вы понимали, о ком идет речь. В конце каждого года я на основе оценок посещенных городов публикую такое итоговое видео, которое называется «Лучший город Украины 2018-2019-2020». Ну, принцип вы поняли. И, собственно говоря, это рейтинг не всех городов Украины, само собой, а рейтинг только посещенных городов в том или ином году. И вот в прошлом году среди 17 посещенных нами городов Украины Полтава, как вы знаете или как догадываетесь, кто не знает, заняла первое место. Хотя я не раз говорил, что все это условности, по большому счету. Например, пятерка Полтаве за дороги была поставлена несколько авансом, потому что мы видели только центр города, только туристические места. И там дороги нам действительно показались достойными. В комментариях, кстати, не все полтавчане с такой оценкой согласились. Ну и когда мы приедем во второй раз, то одними достопримечательностями съемка, конечно же, уже не ограничится. Не будь этой пятерки, Полтава уже делила бы первое и второе места. А если бы в Хусте, например, почистили фонтан на главной площади, то он Полтаву бы и вовсе уже обошел. Здесь главные не оценки и не места, об этом я говорю как раз в ролике «Лучшие города Украины 2019», а общая картина. То есть, например, если оценка города 3,5 балла и выше, это значит, что я однозначно рекомендую в этот город ехать, и он, скорее всего, вам понравится. Если ниже 3,5 баллов, то тут уже могут быть варианты. Как бы то ни было, мое подведение итогов прошлого сезона, ну уж так получилось, подтвердило слова Сергея Каплина о том, что при мэри Шамоте Полтава будет лучшим городом Украины. Пусть даже из 17. И, понятное дело, Александр, конечно, не упустил возможности об этом упомянуть. Скажу честно, у меня никогда не было цели кого-то пиарить или кого-то топить, а в этом плане я абсолютно неангажированный журналист, кто бы там что ни говорил. Меня и других тревел и не тревел блогеров, высказывающих свое мнение, я думаю, всегда обвиняли и будут обвинять в какой-то продажности. Хвалишь, значит, подлизываешься, критикуешь, значит, заказуха, но я ответственно заявляю, что ни то, ни другое канал Русский в Украине не имеет никакого отношения. А теперь пара моментов, на которые я хотел бы обратить внимание в посте Александра Шамоты. Прежде всего, меня позабавила фраза о том, что вместе с женой в рамках блога я объехал 40 городов Украины, а потом уже не смог вернуться в Россию и поселился в Украине на ПМЖ. Это, конечно, звучит очень романтично и патриотично. Представляете, приехал я в Украину, попутешествовал по городам, влюбился в эту страну и сказал, прощай, немытая Россия, я не могу в тебя вернуться. Но в реальности я сначала переехал в Украину, потом женился, потом оформил все необходимые документы для проживания, и только спустя 7-8 месяцев я начал что-то куда-то путешествовать. Далее вот такая цитата. Полтава оказалась на первом месте. Шестое и седьмое места, соответственно, заняли Миргород и Кременчук, делая Полтавскую область наиболее представленной в рейтинге. На самом деле, наибольшее представительство Полтавской области в рейтинге означает лишь одно. В прошлом году мы посетили больше городов именно в Полтавской области. Три. Наряду с Закарпатьем, прошу заметить, Хуст, Мукачева, Виноградов. Но главное, это оптимистический вывод Александра Шамоты. Цитата. Полтаву выделяют среди других городов независимые эксперты по туризму, и хорошо, когда критикуют. Над решением этих проблем город уже работает, и есть надежда, что уже при следующей такой ревизии мы сможем получить от туристических экспертов твердую пятерку. Я тоже надеюсь на это. Вообще хорошо, что мэр Полтавы открыт к критике, это здорово. Правда, насколько я помню, особой критики Полтавы, кроме кадетского корпуса и филармонии, не было. Но после туристического обзора последует ведь другой, вы же прекрасно понимаете, что показывать одни и те же достопримечательности каждый раз невозможно. А что касается наших с любой оценок Полтаве, то Полтава действительно крутой город, я всем рекомендую приезжать в Полтаву. И в целом Полтавская область неплохая. Но мы ведь не живем в Полтаве, мы живем в Киеве, поэтому оцениваем другие города только как туристы. А реальную оценку работе Александра Шамоты и тем изменениям, которые происходят, либо не происходят в городе, могут дать только местные жители. И все изменения в городе должны быть только для них, а не для приезжих туристов, которые составляют индивидуальные рейтинги. Кстати, прошу полтавчан написать в комментариях, как продвигаются дела с кадетским корпусом и филармонией. Будет любопытно почитать. Ну а на этом у меня все. Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем спасибо и пока!